ну окей поехали значит адекассивер я сделаю немножко музейки пока все это будет у вас мои музейки не будет чтобы ничего не имею тела все было хорошо все это можно было потом выкладывать там все такое таймлайном тоже не понадобится база и все дела там еще были значит тайминги сейчас китом тайминги были китом штуки 525 34 окей помогаете жанр вардик тел сразу сейчас вас увидят на то есть вас сейчас пропалит кто там кто там саппорт не знаю кто там саппорт если 300 на сгп это из ты где-то где-то зря сюда пошел тут могут сидеть чуваки ждать себя я не шучу то есть когда делаешь такие штуки ты потенциально рискуешь могли сидеть чуваки кто-то же поставил сюда вард правда кто это был мы не видели это мог быть бот лейл они могли поставить вард и стать в этот куст в этот куст в этот куст и ждать тебя пока ты сюда придешь накиева запулись и главное сейчас по опасному кусту не идти потому что вас видели в они знают где вы окей вот это правильно по речке идти было нельзя вообще никак про добивать крипов не помню говорили не говорили по-моему говорили сразу самое важное для дешника 1 добивать крипов твой самый важный приоритет все остальное не так важно как добивать крипов за дешником принципе за любого добивать крипов важно но за дешника важнее всего потому что другие роли могут получать халявку они могут ловить где-нибудь рандомные киллы и так далее получается этого золото предметы ты не можешь так делать твой основной источник голды это именно крипы вот поэтому первое сразу галочка добивать крипов это нормально если ты не играешь на роль а дешника если тебе новая роль ты плохо добиваешь это нормально поэтому первое добивать крипов причем так же как в прошлый раз то есть идем в кастом не покупаем ничего никаких предметов кроме там дерон блейда да и тупо короче добиваем крипов на линии все за любимый персонаж то же самое повторять сколько-то раз в день пока не будет сто из там ста сейчас когда вот про базово как только вижу момент я буду говорить о вот этой мин базе значит концепции рейджей да сразу для тебя концепции рейджей база сейчас гп подставился вот отлично можно поговорить часы обзор правда поставлю полный до чтобы мы видели это гп сейчас подставился он зашел в твой рейдж и в рейдж нами тушь нами делает один шажок он от него дотягивается это очень важно вы сейчас можете по нему разыгрывать да вы сейчас ну не сейчас конкретно вообще типа он подставился может дать и по нему сколько авто так две авто таки ты по нему даша вновь так у нами плюс если у нами есть абилка она может дать по нему абилку сейчас гп подставился твои действия вард в куст сразу вот чего у тебя по вардам у тебя есть вард вард в этот куст вообще как я играю на дешниках то есть я всегда сам ставлю кусты варды в эти кусты а мой саппорт ставят варды куда-нибудь вот сюда вот да то есть на речку в трайбу что далее почему я так делаю чтобы не было мискоммуникации то есть я ближе к кустам я больше к ним подхожу я фарму крипов мне удобнее поставить 100 вард плюс я боюсь этих кустов то есть эти кусты как правило для меня это опасно да если мы сделаем обзор обратно будем видеть что гп х безопасности мы его не видим сразу сюда куст вард в куст автотаку по гп отойти обратно чтобы не получить сильно большого агро 300 ничего не сделает с этим автотака при этом может быть даже две автотаки вот и все будет хорошо это вот база то есть смотри он зашел одновременно ваш раньше то есть раньше тебя и раньше нами нам плевать что будет делать нами мы думаем о том как это должно работать в нормальных условиях да сейчас гпх должен получить дамаги на пол лица за то что он сделал и на этом примере тоже может этим работать то есть ты так никогда не должен делать ты не должен подходить в раньше двух чуваков одновременно за дешника на у тебя в голове помимо крипов помимо всего остального рейнджи всего остального а то есть пропущен автоатака сразу пропущен автоатака пропущен 2 автоатака ты получаешь агро всех этих крипов на 2 уровня это плохо то есть тут ты не трейдишь с ними вы уже выиграли трейд до отматываем вот вы уже выиграли трейд до тебе нет смысла сейчас тыкаться с 300 на тебя сейчас нужно получить второй уровень и добивать крипов тыкаться с 300 на ничего не даст я вторую откуда у нее второй уровень кстати я не знаю ну ладно 100 мало волнует ты кидаешь не автоатаку эти крипы тебя бьют у нее второй уровень у больше статов больше обилок она тебя бьет с этими крипами ты проигрываешь трейд тем более ты еще сделал подширок вперед то есть потенциально ты получил там три автоатаки ты стал просто ну тоже механически очень сильный человек дальше механика дешника автоатаки под шажки когда ты убегаешь ты не наносишь урон это нормально тебе нужно четко знать когда ты можешь убегать и не наносить урон вообще когда тебе нужно давать автоатаки под шажки автотаки под шажки между с атаками вот и кроме как посмотреть на про игроков эти ничего сказать не могу то есть это работает клик чувак клик земля клик чувак клик земля клик чувак клик земля можно shift-ом можно с атакмузом плевать как угодно там куча всего этого это что можно было бегать держаться в рейнже либо наоборот держаться на краю рейнже вот и при этом атаковать если будет где это поговорить об этом поговорю более подробно прям как как чего прям по механике где гпх у нас были на то жму где гпх у нас гпх у нас еще бак что ли я не понимаю втф стоит варта ничего не освещает вар должен откуса освещать полностью вау так вот хороший момент об этом поговорить там красными выкинула баба рису и рейнджи свои рейнджи вокруг себя вот база да вот база рису и рейнджи вокруг себя и рису и рейнджи вокруг этих чуваков какие у кого рейнджи к вот эти вот кружки до визуальные куда можно подходить куда нельзя подходить то есть если ты сейчас делаешь шаг вперед и подходишь гпхи в рейндж вот сюда вот налево нужен тебе это делать нет не нужно потому что у тебя тут чего ты можешь делать поширок налево но очень направо вниз вот сюда отсюда вперед и добить этого крипа чтобы не подставиться к гпху то что гпх кинет себя куху на вот и это снова короче лейнинг трейд стэн все такое к себе можно получить дамаги от гпхи на халяву к это бы же добиваясь крипа то есть ты будешь добить крипа он кинуть себе куху на халяву добьешь крипа окей нормально с этим ничего не поделать по хорошему саппорт должен то предотвратить сделать под шаг вперед на это рассчитывать не будем сейчас рисуем рейджи вот прям четыре круга твой круг круг гпхи круга пахи это его кухи раньше плюс его бочки моим них помню раньше 300 на это раньше ее авто таки плюс раньше ее прыжка до раньше нами это раньше нами то есть вот я бабал плюс ее w то есть мы все те же должны помните знать и рисовать их вокруг отличный пример и с этим работать держать это в голове но попала бабу нам чем мы делаем с этим вот кп х закинул куху по тебе окей файн хрен с ним ты либо сейчас кидаешься играешь 300 но я бы не стал то делать уж три сама флешит и вся вот типа нафиг я главное крипов добивать куха не знаю насколько была осознана куха хорошая пошты и попал по три стани и добил крипа так flash нами это проблема нами нас волнует гпх и в данный момент играй в него это очень много что так пропустил еще еще раз я на тебя смотрю куха она отпрыгивает все автотаков гпх вот 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 а значит автотаки под шашки сейчас гп ходи на 2 напомним вот это вот база рейджи он сейчас в ваших рейджах обоих у тебя нет маны но плевать у тебя исхил если ты просто будешь стоять на месте нажимать не оправы крик ты его убьешь либо выбьешь из него сам нерки тоже делает нами ты должен пингануть на гпху 300 на все она убежала мы за ними бегаем бегать за 3x на глупость 1 автотака по шажок до автотака прыжок 3 атака прыжок 400 атака прыжок и давай на full speed это все посмотрим я буду смотреть давайте вот так сделаем что было прям совсем хорошо я буду сейчас кликать курсором как бы я это кликал на то есть отсюда клик земля клик земля клик земля клик земля клика земля клик земля клик земля клик земля вот так вот вот так и все в авто таки клик земля клик земля он от флеша отпускаешь окей чтобы не терять урон потому что беготня тебе конкретно в этой ситуации не нужна пока ты бегаешь и твои атаки простаивают ты наносишь дамаг вот типа между атаками есть кулдауны на и если ты не наносишь автоатаку и бегаешь а цель стоит у тебя в рейнже ты просто теряешь урон по сути потому что если пройдет допустим 5 секунд и ты потеряешь сколько-то авто так за это время нанесешь их попозже потому что будешь бегать туда-сюда там за эти 5 секунд получится нанести допустим на 1 атаку меньше это будет стоить тебе кила например вот этом первое добивать крипов как можно больше как можно лучше второе это концепция рейнджей твоих чужих и как-то с ними взаимодействуешь а конкретно не подставляешься по чужие рейнджи в первую очередь и третье это вот это вот двигаться да то есть крикать на чуваков кликать на землю то есть постоянно под шажки автоатаки про шажки авто таки контролирует это все вот это уже три пункта три пункта прям жирные базовые которые тебе нужны принципе кроме этого тебе ничего не надо то есть этого хватит до голда изи вообще но это сложно набивать то есть это легко рассказать это очень сложно применять в играх точно сложно тренировать на самом деле и да вот эта вот штука которая говорю в плане под шажков да это нужно для всех героев не только для дешников просто на а дешниках это больше всего видно и это чаще всего используется телепорт триста на и допушивайте и от примите и здесь она сейчас прилетит бить ее просто сразу макия типа все тут бэк тут бэк тут нужно бэк тут нужно бэкнуть сколько денег 400 те все равно нужно бэкфики да это какой-то silver не помню какой те нужно бэкнуть сейчас бэкэш потому что если ты сейчас остаешься вы немножко теряете линию в плане почему вы теряете линию то что я сейчас ты чуваки могут сами драться в них и закуп них есть уровне из полные ресурсы полная мана полная хп не знаю там гп гуляет от его проблемы он пришел честно возьмет уровень не могут сами драться и могут выиграть у вас 2 на 2 сейчас особенно смотри сейчас вот эти вот крипов тебе не нужно к ним подходить если ты подходишь к ним и дерешься с ними то дерешься в их крипах и ты автоматически этот трейд выиграть не можешь вообще вообще никак поэтому сейчас ты просто отходишь обратно ходишь назад и ждешь пока эти крипы добьют ваших крипов они их убьют любом случае потому что ваших крипов много и хрипов много и подойдут вот сюда вот когда не здесь столкнуться с твоими следующими крипами с этой пачкой ты их здесь на середине будешь фармить безопасно, не подставляясь под угрозу невыгодного трейда. Вот это была ошибка базовая, большая очень. То есть, я не знаю, как это еще донести до людей. Это очень распространенная фигня. Я вижу это постоянно. Я сам такое, наверное, делаю. Вот. И люди постоянно такое делают. Вот. Я не знаю, как тебе это донести, кроме как запомни вот это, запомни эту ситуацию и знаешь, что сейчас ты в плохой позиции, тебе нужно просто отойти сюда и подождать, пока эти крипы подойдут вот на середину, столкнутся с твоими крипами. Вот. Жирная-жирная базовая галочка. То есть, они сейчас могли с вами трейдиться, они могли выиграть после беттера, и они просто не умеют играть. То есть, то, что ты сейчас не потерял тут лицо, это заслуга их, а не твоя. Я уверен, что я говорил об этом постоянно в своих коучингах, в своих разборах реплеев. Да, это было хорошо, очень сыграно, кстати, в плане базовой механики, в плане того, что нажал скилл на, ну, щит на бомбу-трестанную. Потерянная тележка. Кстати, мог не терять тележку изи. Успел бы там, хватило бы тебе кулдаунов. Ну, типа кулдаунов атаки, имеется в виду. Бей гпх. Как только гпх подходит вот так, ты сразу бьешь его по лицу. Ты ничего не боишься. Он играет в таком случае, либо это ганг, что маловероятно, потому что здесь никто не умеет играть, либо он просто тупой. Так вот, мы рассчитываем, что он просто тупой, и ты даешь ему по лицу две автотаки, и он ничего с тобой не делает. Это две автотаки по гпхе минимум. Окей. Когда чуваки подставляются, должен их наказывать за это. Ты должен втискивать эти автотаки в них. Твой саппорт это делает, между прочим. Смотри, твой саппорт это делает, и ты не делаешь этого. Это очень хороший момент. Смотри. Раз автотака пропущена. Два автотака пропущена. Твой саппорт. Раз автотака. Два автотака. Три автотака. Твой саппорт молодец. Твой саппорт сделал правильно. Запомни, как он сделал. Сейчас сделай так сам. Либо если ты видишь в своих играх, что твои саппорты делают подобные штуки правильно Повторяй за ними просто Я, скорее всего, не думаю, что ты встретишь какого-нибудь хорошего саппорта на сильвере, но все равно Опять же, почему ГП подставился? У него меньше уровень, чем у тебя Он находится в твоих крипах И если что, он находится в твоем и в рейнджинами Вот так вот А теперь снова Крипы сейчас подойдут к вам, вы просто отходите У них сейчас ресурс немножко побольше Хила нету, нами может умереть Потеряну втака снова Ты сам себя убил только что, кстати У этих людей нет маны, но эти люди могут тебя напинать Ты сам себя убил только что Почему? Эти люди, опять-таки, эти люди не могут реализовывать то, что ты им даешь Ты им сейчас даешь поллица минимум То есть, если не просто подходит в свой рейндж Ну, просто они подошли в свой рейндж Да? И дали тебе по щам Ну, Тристана, может быть, много не даст по щам Да, Тристана, может быть, даст автоатаку максимум Но тут крипов очень много Ты начинаешь драться с ними в ответ Крипы агрессы на тебя Они дают себе по одной автоатаке Ты потерял поллица Типа Подожди, пока они придут под башню Подожди, пока они дадут до башни Потом только их уже бей Это, типа, будет сложнее, но это будет безопаснее Вот сейчас, видишь, никто тебе не угрожает И это бэк Потому что сейчас линия будет на середине Да, линия на середине Это бэк Это бэк Бэк Бэк, 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 бэк Не теряя времени 900 денег Нет, тебе нужно бэкнуть, чувак Вот Там был вопрос, сейчас где там Ты потерял два бэка уже Если ты говоришь, что ты там 6.40 бэкнулся Ты, значит, два бэка потерял Почему это важно? Контроль линии А тебе как раз-таки на тележке выгодно бэкать Если что, посмотри, как проигроки бэкают Как раз-таки во время тележки бэкать выгоднее всего Потому что Тележка останется на линии дольше А линия на середине будет дольше Именно с тележками Как раз-таки на тележке бэкать Это нормально В том-то и дело Что-то бегать не тебе ничего не делать Видишь, как ты побегал? Сколько ты потерял мобов тем, что бегал? То есть ты все равно фармить там ничего не мог по-хорошему Эта тележка не стоит потери контроля линии Эта тележка не стоит потери кучи ресурсов Возможности фармить вообще То есть когда ты остаешься вот здесь на линии И бегаешь вот здесь ничего не фармят Ты просто потерял возможность фармить нормально Опять же, я это сейчас говорю Даже не только смотря на этих людей Я это говорю вообще как база Потому что эти люди играть не умеют Эти люди Они могли вас убить уже два раза здесь Они не воспользовались ни одной, ни другой возможности И вы тоже могли их убить пару раз И вы тоже этой возможности не воспользовались Поэтому я это говорю исключительно Из-за ситуации, которая происходит с крипами Они, учитывая, как те люди играют Те люди играют плохо 1 атака кей ты жив все иди на базу пешком ну либо до башни потом back кей были так эпично замерил как гп кидает куху в недозаряженную бочку был забавным дальше чего у тебя здесь блин подфризить бы подфриз почему подфризить давай отмотаем обратный прям я постараюсь тебе показывать так как я бы это играл то есть своими действиями именно мышкой чтоб тебе было это более понятно я обычно такими занимаюсь но думаю тебе поможет короче смотрим сейчас твоя задача убить тележку 1 убить вот этого крипочка которых поменьше всего дальше твоя задача зафризить то есть это вот w во всех хрипов это плохо это сам себе портишь линию значит идеальный фриз мы помним да что идеальный фриз это либо три дальних крипа либо четыре дальних крипа вот на этой линии на вот у тебя стоят крипы дальние на этой линии ты можешь сделать тут идеальный фриз что тебе это даст вражеские чуваки не получат твоих крипов ты при этом будешь держать линию вот здесь где тебе это офигенно выгодно потому что ты можешь а безопасно фармить б если захочешь подраться сможете безопасно подраться то что эти чувака этим чувакам придется подойти на вашу территорию вот и когда у тебя соберется большая пачка или не начнет отпружинивать под их башню вы сможете их супер сильно впушить и дать прессинг по таварк либо даже забрать дракона с этого если будет такая позиция возможности вот здесь фриз сразу и чё мы делаем то есть мы убиваем тележку тоже тележка очень больно дамажит крипов то есть твоя задача сохранить когда-то будут это твоя задача сейчас первое мы не пушим второе мы просто добиваем тех у кого меньше всего хп сейчас ты сам себе фриз сломаешь это уже фризить не выйдет это все фриз не получится что сейчас произойдет линия просто сбросится линия просто будет на середине толкаться и все опять таки твои крипы будут умирать вот здесь вот их никто не получит эти чуваки пошли там куда-то погулять молоке типа вам же лучше вы же с этого выиграете про фриз мы говорили по моему прошлый раз и гайд фогида о фризе тоже у тебя есть по моему ну или не на середине блин камера линия на середине вардик окей стандартный хорошенький макейный вардик тут тебе нужно запушить что бэкнуть еще раз если нужно запушить и бэкнуть здесь не так много но деньги есть находиться на линии просто не у вас не получено сейчас делать ой часто эти крипы подойдут под таварку они будут их спокойно убивать под башни можете ли вы прессовать таварку я скажу что нет не можете я скажу что вы все равно башни продамажите вы только подставитесь таким образом видишь то есть фармить ничего не получается пушить ничего не получается если вражеский жанр приходит вам плохо у вас позиция такая что уйти будет нелегко да может драться на самом деле гпх аутист счит на предикшен не пошло играть надо именно по гпхе а наиски 300 на сама себя убила тем что у тяга вот теперь уже да теперь можете все это дело пуши теперь уже эти ребята говорят мы типа даем вам башню ухо в гпх кидать не обязательно кухон лучше в мобов кину чтобы просто запушить и дамаги можно больше нанести по башне товар агры ловит нами ты спокойно убиваешь гпху просто тупо редкликнут на него и все теперь сколько у вас времени вот сейчас такая ситуация возможно тебя происходит в играх часто да не только когда ты заиграешь за дешника вообще на батлайне выбили три стану куча крипов под башней башня теряет хп твое действие твои мысли сколько времени у меня есть чтобы первое продамажить башню второе бэконса на базу третье вернуться на линию я говорю что у тебя времени очень мало то что три стану уже живая гпхе 8 секунд это тоже мало да то есть сейчас достаймер в ранней игре маленький поэтому максимум что вы здесь делаете это наносите дамаги на половину башни то есть концепция то основана на времени нести объяснять этого на половину башни то что это проще объяснить я тоже это объясняю как вот половина башни потому что так проще это проще запомни да то есть чем проще тем лучше вот в этом плане все вот уж информации у тебя так много будет вокруг тебя происходить первое посмотреть достаймера кто уже рискнулся кто скорейсинг и так далее второе сколько времени потребуется нам мы говорили о времени тоже прошлый раз что бэк это 8 секунд на рекол найти от базы до линии еще сколько-то времени да то есть сейчас максимум это плей на хп и дальше в бэк и здесь то что иначе вы потеряете контроль над линией все дальше уходишь вот плей на хп прошло все отходишь вода сюда вкус потому что до сюда никто не успеет добежать триста негапахи и отсюда искусство ты бы конечно на базу вот так вот контроль линии чуваки хотят взять башню они рискуют это риск почему это риск сюда могут прийти а мид лейнер б джанглер с 3 стана то есть это получается три в три и у вас нет ресурсов нет хп умереть за эту башню невыгодно если вы подеретесь он пришел вейгар с мидлейна когда аккали ломает башню вы говорите мы деремся то есть вот такая ли говорит мы деремся и вы таки да мы деремся это риск то есть если сейчас кто-то умирает это уже все это уже выкидыш тоже не выгодно принципе что и случилось да окей эти чуваки могли выкинуть и кто-нибудь сказала бы там вот драться башню забирать тоже башню чубаш не взял типа рисковать за эту башню учитывая сколько мало у тебя времени невыгодно потерять игру прямо тут по этой башне выгодно эта ситуация вернуть об этом исходить часто вот как я описал так надо разыгрывать и нужен думать именно быть вещах они о том как сломать башню потому что башня много крипов сейчас мы ее сломаем типа не суицид за за башни до суицид за такие объекты ну в принципе не очень-то хорошо сапог 30 бфк у тебя все отлично тем можно сейчас даже карить будет эту игру скоро дальше накали тут тебя крипов ворует гп хубила нормально то же самое не старайся это максимально быстро запушивать просто тихонечку ласхит и все и потом когда они скупятся тут вот вы забираете просто башню просто подходите и забираете по что они вам чего не делают дальше поскольку забираете эту башню какие у вас есть опции в соло кухе окей сейчас башня сломается поговорим тогда об этом я все это башня падает изи-пизи автотака 1 автотака 2 автотака 3 она упала дальше осторожность три станы то что три стана не одна у вас 5 кдс таймеров мало гпх такой я себе хочу покоцать немножко гпх действительно покоцал как-то было как-то было и камера наведись наведись здесь тгп хубил значит вот здесь я вижу как ты не краски не делаешь по шашки видишь вот этот вот момент я щас я покажу почему я так вижу почему это говорим смотрим автоатака видишь что герой на месте стоит он не двигается автоатака герой на месте стоит не двигается после автоатаки вот этой вот когда на урон уже наносится нужно делать шажок чтобы герой твой сразу начинал сейчас двигаться видишь урон прошел все ты сразу кликаешь и двигаешься ты даже сможет задолжить бочку если двинешься наверх то есть вот это вот range бочки до круглый если двинешься вот сюда наверх даже вернешься от бочки видишь у тебя герой стоит значит ты не кликаешь этот момент на землю ты крикнул на гпху и все и ждешь когда это нормально это нормально когда враг пробегает мимо твоего рейнджа когда враг находится постоянно в твоем рейнджа тебе тогда нет смысла делать шашки если ты хочешь держать врага эффективно на своей дистанции постоянно но на рейнджа твоя атаке тебе нужно двигаться вот вот это вот очень важно то есть ты просто кликнул и стоишь если бы ты двигался все это время пока у тебя в атака в кулдау не было бы лучше именно вот как раз таки базовой механика как ты его убил кстати я не знаю насколько это работает если короче это может сделать q flash это получился золотику flash лайк типа классно чего отлично кто это такое ты реле что вот сейчас смотри вот сейчас как раз таки сейчас можно просто нажать right click и ждать пока твой герой будет авто такова смотри вот тут шашки до которых не было которых я поговорил а вот здесь вот нажать просто right click и смотреть как твой герой убивает релью это нормально почему а потому что и реле находится в твоем рейнджа и она не двигается и тебе двигаться никуда не нужно вот поэтому сейчас это нормально сейчас все хорошо дальше мы играем по реле играем по реле не выходим через эту фигню ok я бы даже разворачиваться бы не думать ты можешь нам бед are some я думаю ты может вам другие станов에게 смотрим давай это все переукری ég Strayhouse вот тут ты просто ставишь держа стоишь на стоишь сверху стоишь и делаешь автотаку трестания вот тут клик налево так отриста ну кликной отсюда на землю потом автотаку отриста на она будет своем бронии и она получит урон от нами ты находишься точнее 300 находится в рейнже нами и в рейнже тебя. Это чисто один на два. Она в очень большом дисадвентаже, как это, в очень большом отставании, короче, в этом плане. Ее очень плохо здесь. И ты спокойно можешь ее вместе с нами убить. Один в два. Я считаю. То есть это, ну, потерянный еще, мне кажется, килл против Тристана. И сейчас ты такой понимаешь. А, это у тебя еще хилл был. Ну все, это точно надо было стоять и драться. Типа хилл, кстати, был потерянный, да, хилл потерянный. Нет, не лучше было уходить вправо. Это не было, это не имело никакого смысла, это не имело большого значения. Тебе нужно двигаться, когда ты хочешь, чтобы твой рейндж вокруг твоего персонажа, рейндж автотак, двигался вместе с тобой. Если враг стоит в своем рейнже и никуда не уходит, зачем тебе двигаться? Ты не можешь сократить кулдаун автотаке. Типа, не, не обязательно. Запушивать еще одну волну или и бэкнуть, либо бэкнуть прямо сейчас, если запушивать невозможно. Возможно. Кто к тебе может прийти? Мидер может прийти, джанлер может еще раз прийти, если он отбитый. Запушив пачку и уходи бэк, если у тебя слишком много голды на этом этапе. Да, у тебя 2000 голды нужно бэкнуть. Предатор. Это баш... Бра, это ошибка. Этот шажок наверх тебя потенциально убивает, если что. Потому что мы видим предатора. Кто у нас с предатором? Кто у нас с предатором? А, ГП. Бля. ВТФ. Все, сори, туплю. Короче, если бы это был предатор джанглера, потому что джанглер может прийти отсюда, вот так вот, может прийти из страйбуша. Если вы его здесь не увидели, значит, страйбуша это тоже очень вероятно. Поэтому этот шажок сюда, подставил тебя под трайбуш, и типа, ладно, забей ГПХ. Но то же самое, 0 под шажков. И роли увидим, сразу разворачиваемся, потому что это уже три, три на два. Это риск выкинуть. Если ты умрешь, то все равно невыгодно будет. То, что ты там убил кого-то и умер, то все равно невыгодно. Значит, насчет бэков. Насчет бэков. Какие там еще были тайминги. Когда у тебя 2000 денег, когда ты видишь, что ты подставляешься, вы подставляетесь. Вот, значит, ваши варианты, когда вы ломаете башню. Да, давайте об этом говорить. Когда вы ломаете башню на боте, у вас есть два варианта. Первый вариант. Это продолжать пушить ботлайн дальше, вместе с саппортом. И, скорее всего, вы подставитесь. Потому что чуваки это видят, и чуваки будут вас закрывать. Жанлеру ганкать вас проще. Мидеру сместиться к вам тоже проще. То есть, главное тут, как на сплитпуше, поставить вот сюда, вот вардики. Вот сюда, куда там места для вардов на сплитпуше. И ждать того, что к вам придут вас наказывать за наглость. Потому что, когда вы сломали башню на боте, и вдвоем с саппортом пушите сюда, это нагло. Второй вариант. Это свапать. Но, учитывая, что в Солокухе никто свапать на Сильвере не умеет, этот вариант для вас, скорее всего, не очень актуален. Вариант еще один. От этого варианта пригорит у вашего мидера. Но я бы его очень сильно рассматривал. Запушивать мидлейн и прессовать мидлейн. При этом, не тратить там время, и не воровать много фарма у мидера. То есть, как этот паттерн третий выглядит? Вы сломали башню, запушили пачку, бэкнулись, купили шмотки, пошли на мидлейн, запушили мидлейн, нанесли урон башней по мидлейну. За это время ваши крипы отпрыгивают от вражеской башни, вот этой вот, и пушатся к тебе под твою башню, да? Ну, точнее, ну, просто крипы, да? То есть, чужие. И они начинают скапливаться вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ты приходишь на бот, зафармливаешь их до скуда, возможно, как можно глубже, и потом снова возвращаешься на мидлейн, пушишь мидлейн, вот, с целью сломать башню, либо подраться, потому что ты сильный. Вот так вот. Если хочешь больше информации о свапах, то смотри проплей, чуваки на просцене очень хорошо показывают, как нужно проворачивать свапы бота и топа. Стормрейзер первым слотом. Зачем эта проходочка? Посмотри, что происходит. Или еще, да, кстати, тринкет надо поменять на синий на девятом уровне. Сразу ульту убивай их. Ульту убивай их. Ты, ты, все, Вейгра надо убивать сразу. Ульту убить Вейгра. Щит на его клетку и все, easy kill. Типа, ну, ладно. Окей, типа. Он сам себя убивает. Он сам себя убил только что. Щит на клетку, прошел сквозь клетку, автотаку, он умер. Дальше будет, наверное, скучная игра, потому что чуваки вот на этом этапе края тотально теряются. Раз, два, три, мертвая. ГПХ тоже мертвый, просто бей его и все. Шашков в этом плане нету, но ладно, типа. Про шашки я уже поговорил, не буду много времени терять, говорить об одном и том же. Это просто с опытом придет. Это надо просто подумать об этом, потом потренировать это пару игр. Ну, точнее, игр, наверное, 20, скорее, не пару, да. Пару игр-то мало. И эти вот подшашки, эти клики по земле, это постоянное передвижение, оно придет. Опять-таки, можешь посмотреть на проигроков, как проигроки это реализуют. Драконам нафиг не нужен. Значит, вот сейчас у вас решение либо дракона делать, либо пушить дальше. Всегда пушить дальше. Ты сначала допушиваешь до конца, а потом уже бегаешь по карте, берешь драконов и делаешь еще что-нибудь, либо бэкаешься. Сейчас вот этих хрипов ты потеряешь. Вот это вот ты потерял. И это плохо. То есть, пришел Вейгар, ну, насрать, вас двое, как бы он один. То есть, эта беготня, это плохо, этих хрипов ты потеряешь, если будешь бегать и не зафармишь их. Он умер. Ну, щит, в принципе, тебе не нужен, потому что клетка у него в КД. Значит, база. Тебе нужен щит только на клетку Вейгара, потому что если ты ловишь клетку, ты либо не догоняешь его, либо умираешь сам. Вот. Поэтому этот щит в воздух, это очень плохой щит, и это база, да. То есть, ну, это паника, скорее всего, но, типа, это как W Гаррона в воздух. То есть, тебе нужно, тебе нужно об этом подумать. Что будет делать Вейгар? Что нужно делать тебе? Он кинет клетку, чтобы спастись. Ты нажмешь щит на клетку, чтобы догнать его. Если ты об этом думаешь, то будешь лучше жать на кнопочки. Пропущенная телега. Телеги прям совсем плохо пропускать. Рамус говорит, я хочу драться. Нахер Рамуса, ты бэкаешь отсюда. Ты запушиваешь эту пачку и бэкаешь. Вам невыгодно здесь драться. Если ты понимаешь, почему вам невыгодно здесь драться, почему тебе лично невыгодно здесь драться, почему это риск? Блин, камера. Тот паттерн был очень интересный. Ты бежишь добивать гпху, просто все бросаешь и бежишь гпху добивать. Типа, у тебя крипы приоритет, потому что, когда вы уже выиграли драку, а вы уже выиграли эту драку, у тебя приоритет не бегать за киллами с целью убить кого-нибудь и, возможно, умереть за нифига. У тебя цель забрать как можно больше ресурсов с выигранной драки. Для дэшника это актуально вдвойне. Поэтому сейчас добиваешь крипов, да, то есть за гпху бегать это плохо. Почему я это говорю? Потому что я вижу, как ты бежишь, я вижу твой приоритет. Приоритет не гп, приоритет крипы. Потом Таург, если возможно. В данном случае невозможно. Либо какой-нибудь другой объект. Дракона, ну, туда-сюда можно. Оставаться здесь нельзя, оставаться здесь плохо. Башню ломать нельзя. Если команда принимает решение ломать башню, плюй на команду, бросай их и бэкайся. Сколько тебе денег? Две тысячи, наверное. Ну, полторы. Все, это тоже бэк. То есть это... Это снова подставит, снова рисковать. И я очень даже не знаю, как тебе это полноценно еще донести, кроме как вот оцени ситуацию, посмотри, что это жадно. Посмотри, на что нужно смотреть, чтобы принимать решение, когда надо там отойти и так далее. Первые свои возможности. Сначала ты смотришь всегда на себя. Твои кулдауны, твои саммерки, твоя мана, хп, там деньги, которые ты можешь потратить на предметы. Все твои возможности. Можешь ли ты один противостоять всем пятерым? Ну, или там четверым, если варвик не придет? Скорее всего, нет. Второе, ты смотришь на команду врагов. Что могут сделать враги? Сколько у них ресурсов там? Кулдауна, здоровье, где они? Сколько у них достаймера? Как быстро они к тебе сюда придут? Очевидно, что с базы до второй башни идти быстрее, чем с базы до первой башни, да, типа? Или третий, как это называется, короче, вот досуда. То есть у вас времени еще меньше получается в таком случае. И последнее, третье, оценить свою команду. Да? Что может твоя команда сделать? Может ли твоя команда здесь подраться полноценно сколько тут? Четыре человека тут против четверех, допустим, вражеских чуваков? Я говорю, что нифига не может, потому что ресурсы уже потрачены, кулдаунов ни у кого нету, ресурсов ни у кого нету. Плюс крипы сейчас помрут, придется отойти. Вот на это нужно посмотреть. И поэтому я говорю, что тут надо бэкнесси. Не думайте о том, что делает твоя команда, то есть это решение, ну, невыгодно, это потерянное время, это просто перестояли оверэкстендули, типа, это пожадничали, насрать на это. Все, тупо сам бэкнесси, все. Дракон, плохой, но я думаю, вас не накажут. Снова, бэк, 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 чем дольше ты здесь остаешься, тем хуже ты делаешь. Это просто потерянное время. Ты не дерешь из объекта, ты не фармишь, ты ничего не делаешь. Это очень много потерянного времени, это очень плохо. Давай ставить галочку, что тебе надо понимать, когда нужно бэкаться на базу, когда нужно понимать, что все, хватит, когда нужно переставать жадничать. Это плохая драка. Именно потому, что я до этого говорил, потому что у вас меньше ресурсов, у вас нету закупов ни у кого, то есть у тебя куча нереализованных денег, 1700 тут очень много, из-за этого драка плохая. То есть это просто жадность. Блин, что с камерой? Шанс выиграть эту драку маленький. Нужна она тебе. Тебе она лично вообще не нужна. Команда что делает? Тебе наплевать на команду. Команда для тебя, как АДшник, это тупо мясо. Это заградительный такой отряд, да, это пешки, которые должны первые умереть, вот, чтобы враги на них отвлекались, а ты всех расстреливал из-за спин. Вот так вот. Это самый правильный майндсет для АДшника вообще всегда. Направо. Блин, это плохо было. Я знаю, что там крикнуть было трудно, но ладно. Типа вообще плохо. Как только приходит варвик, ты сразу же жмешь все тормоза и выбегаешь обратно. Сразу. Потому что это 4 на 5. Я не очень хочу об этом говорить, потому что все, что сейчас происходит, это уже, ну... Это следствие, не причина. Я не очень хочу говорить о следствиях. Это следствие того, что вы не бэкнулись. Это причина того, что вы не бэкнулись еще вот здесь вот. Блять. Багсплат! Лиги говна. Оно просто вылетело с баксплатом. Сори. Чуть плеер не вронил. Ща, оно загрузится еще раз. Сори. Надеюсь, я найду момент, на котором оно крашнулось. Давно у меня реплеи не крашились. Вообще не помню, чтобы когда-то такое было вообще. Там был что-то, по-моему, 17-12, не помню. Ща найду. Ну да, нашел. Короче, вот причина. Причина, почему все дальше происходит плохо. Вы сейчас не бэкнулись. Это причина. И об этом нужно думать, об этом нужно говорить. Все остальное уже не важно. Следствие не важно. Важна причина. Точнее, ну, следствие то, что происходит просто хаос у лакухи, в котором все бегают, ни хрена ничего не понимают, и происходит говно. Вот. Какая у тебя тут задача выжить? Ну, задача у тебя выжить. Как тебе выжить? Отойти вот сюда. Отойти под вторую башню. И рекониться из второй башни на базу. Отдать объект, если того требуется. Вот сейчас прямо, например. Ну, драконы выадали так и так. Естественно. Значит, флэш. Я говорил в полном апгрейде о флэше один раз. И когда меня закидали по носам абсолютно все, кто можно, я понял, что в полном апгрейде я больше никогда про флэши говорить не буду. Той флэш очень дорогой и важный. Это потерянный флэш. Ты просто выкинул его в никуда. Вот. И об этом я сейчас поговорю. Твой флэш безумно дорог. А, ты еще лицом в стенку флэш. У тебя просто три страны спасла. Найс. Тебе нужно использовать флэш в самый последний момент. На пол-хп или больше, чем на пол-хп. Это не самый последний момент. Если ты можешь сохранить флэш, сохраняй флэш. Если ты умрешь в любом случае с флэшом или без, с флэша, сохраняй флэш и умирай. Если сейчас ты там умер, но сохранил флэш, конкретно тебе там умирать нельзя. У тебя слишком большой шатдаун будет за тебя, да? но вот эта вот попытка перефлэшить стенку вейгара это потерянный флэш. ГПХ умирает. Можно, конечно, перефлэшить стенку вейгара. Там не получилось у чувака ее перефлэшить. Нормально бывает. Нормально бывает. Это не важно. Все, что сейчас происходит, это не важно. Все, тебя убили. Все, что тут происходит, это не важно. Это следствие. Хаотичное дерьмо и сулокухи это следствие. Причина была вот здесь. Отсутствие бэка там была причина всего этого. Фантомчик. Крипов опять мало, то есть, ну, крипов... Крипов, я уже говорил. Я не могу тебе сказать что-то такое магическое, волшебное, что научит тебя фармить крипов просто. Ты один можешь задевать эту башню, поэтому приди сюда, это нормально. У тебя есть хил, флеша нету. С флешом, хилом можно было бы один в двоих убить, кстати. Об этом я уже говорил, скажу еще раз, потому что это тоже база, ты просил базу, вот тебе база, смотри. Трестанов тебя прыгнула, она в твоем рейнже. Тебе нужно от нее отойти, да? Ты либо тупо убегаешь, получаешь дамагу по спине. Что произошло? Тупо убегаешь, получаешь дамагу по спине. Либо ты шагаешь и между шажками наносишь дамагу по Тристане. Потому что я, например, честно тебе скажу, я не знаю, сколько дамаги ты бы нанес здесь в Тристане. Может быть, ты нанес ей достаточно дамаги, чтобы с хилом убить ее здесь. Потому что у тебя предметов больше, чем у нее в два раза, у тебя плюс предмет. Вот. Раз автоатака, шажок. Два автоатака, шажок. Три автоатака, шажок. Четыре автоатака, шажок. Но четыре автоатака уже, наверное, лишнее, можно умереть за нее. До этого три автоатаки можно было понедать. И ты должна получать товархит, и ты мог ее, может быть, даже убить. То есть вот эти, опять-таки, то же самое, шажки между автоатаками, это нужно ввести в свою механику АДшника, если ты хочешь быть хорошим АДшником. Это придется сделать рано или поздно. Без этого никуда. Кто к тебе может прийти? Вот ты сейчас хочешь пушить пирата. Кто к тебе может прийти сразу? Он нажимает приятер, значит, он боится, хочет убежать. Варик мертвый, Игорь мертвый, жива только Ирелия. Ирелию ты не боишься? Окей, хорошо, можно, значит, подпушить пачку. Запушивай следующую пачку. Запушивай следующую пачку, ты ее потерял, потому что, видишь, крипы, они пропадают. Они пропадают, их никто не фармит. Ты их потерял. Угрозы у тебя никакой не было. Там вот чуваки мертвые, тебе рамус прикроют, вот, Ирелия тебе не страшна, опять же. Почему нужно допушивать до конца? Получать фарму побольше с этого раз, надо пушивать до конца. И линия потом лучше к тебе поедет, то есть потом линия отпрыгнет от этой башни, пойдет к тебе, она отпрыгнет лучше, если ты запушишь до самого конца. Я пропустил, немножко сейчас отмотаем, куда там пошел, потом что-то сделал. М-м-м-м-м. Короче, вот об этом тебе нужно думать. Когда ты ходишь на мид-лейн, тебе нужно думать об этом. Потому что это твой фарм, это кнопка, которую нужно нажать, расценивает этот фарм, кнопку, которую ты нажимаешь. Нажимаешь кнопку, получить фарм. Потому что на миде это все ненадежное дерьмо. То, что происходит на миде, да, ты вообще умерла от вегора, да, за комбом. Ну вот, типа, о чем я говорил. Ненадежное говно. Подрались вы зачем? В чистом поле на миде. Ни за что. Ни за башню, ни за дракон, ни за бег, ни за что. Просто так. Кнопка получить фарм нажата не была, следовательно, этот фарм ты потеряешь. Поэтому всегда сначала фарм со своей линии, либо там чужой линии, которую ты можешь фармить, и потом уже беготня по карте и любые другие действия. БФ-ка. То же самое. Сначала запушить, потом пойти к ним. О чем нужно думать? Кто тебя может поймать? То есть, когда команда просечет, что ты постоянно хочешь фармить линию, тебе могут люди бегать, пытаться поймать. Об этом нужно подумать, вот, и делать все аккуратно. Типа, если есть риск быть пойманным, чтобы, ну, когда ты пушишь линию, нужно, собственно, не брать этот риск. В твоем случае. Сори, отвлекся. Нужно тупо не брать этот риск. Вот сейчас, вот иди на бот, фарми бот. Ты отпушил от башни, все, окей, молодец, иди на бот, фарми бот. Вот, запушивай эту пачку, еще одну, и потом снова на мид можно. Такой вот паттерн у тебя. Еще раз, мы помним, что дайшник становится сильным из крипов, не из киллов, которые он на халяву ловит. В этой игре тебя на халяву накормили просто только так, вообще. Просто завались. Очень плохая позиция. Снова базы рейнджи. Вот смотри, ты сейчас подставишься под рейндж двух чуваков одновременно, твоя команда себе никак помочь не может, потому что их рейнджи дальше. Если ты сейчас делаешь шишок сюда, ты себя убиваешь, ты сам себя убил. Да. Вот рейндж Вейгара. Вот он. Отличный пример. Ты к нему подойти не можешь. Твоя команда рядышком, но это тебя не волнует, потому что ты сейчас либо выходишь щитом из него, то есть единственный способ тебе вышить, нажать на щит и выйти наверх к команде. Если ты этого не делаешь, ты мертвый. Ты этого не сделал. И мне плевать, что ты умер. Серьезно. Это не важно в данный момент. Это тот эпизод, из которого мы должны вынести вот эту концепцию рейнджей, куда мне можно идти, куда мне нельзя подходить. Как подставиться, как не подставиться. То есть вот этот вот момент должен увидеть его и запомнить и вынести из этой игры для следующих своих игр. Вот это вот что? Сейчас я подставился. Видишь? Вот этот шажок. Вот этот шажок еще раз. Вот это кухо точнее. Это я подставился. Это я себе убил. И ты вот это вот я себе убил должен понять и запомнить. Потому что ты умер, это пофигу. Это бывает. Никогда так не делать. Никогда не делать таких вот позиционных ошибок за дэшников. Потому что дэшник это всегда приоритетная цель. Тебя всегда будут стараться ловить вот так вот. Ну, наконец-то. Ботлайн, наконец-то фарм ботлайн. Ура! Ура! Смотрим камеры вот сюда. Сколько там? Еще одну пачку можно. Еще одну пачку можно. Можно еще одну пачку, чувак, можно. Она потеряется сейчас. Видишь, она в воздух улетела. Пофигу, что твоя команда дракона делает. Тебе не обязательно все бросать, бежать на этого дракона. Они могут и без тебя его оформить. Они бы без тебя его оформили. Типа. Ну да. Еще одну пачку и будет вообще все хорошо. Ничего не потеряешь, так ты пачку потерял. И вот из-за этих вот потерянных пачек вкладывается твой фарм, между прочим. Из-за того, что ты, ну, не допушиваешь до конца, а до сколько возможно, ты имеешь столько крипов. Что дальше вы делаете? Так. Начинается у нас мидгейм. Твоя задача на мидгейм. Не умирать, безопасно стрелять. И все. Если не получается безопасно стрелять, значит вообще не стрелять. Не заходить в чужой рейндж, не подставляться так, как ты подставился тут по две игры никогда больше в этой игре. Все, что тебе нужно сделать. Ты будешь полезным адашником. Ноу-вижн. Сразу, сразу. Ноу-вижн. Ноу-вижн. Опасный, страшный. Это темное пятно. Ты не знаешь, что здесь. Отсюда может выпрыгнуть вся вражеская команда из этих вот темных областей. Может выпрыгнуть абсолютно все чуваки. Кроме гп. Гп был на боте. Он может нажать на вас на ульту. Это потенциально. 4 в 5, между прочим. Ну да, нами далеко, поэтому у вас четверо. Их тут потенциально тоже четверо. Гп х ульту жмет. Не подходи к вейгару. Не подходи к вейгару. А что это за флэш такой был? Что это был за флэш такой потрясающий? Наверное, хотел перефлэшить что-то там. Две автоатаки перед клеткой были хорошими. Вот здесь вот. Все, вот здесь ты можешь просто дать в него автоатаку. Это IT, потому что сейчас игр будет сопротивляться изо всех сил. Тут он понимает, он мертвый, значит нужно нажать на все кнопки. Вот. И смотрите, он нажал на все кнопки. Он продамажил Рамуса, продамажил тебя и Акали. И поэтому я говорю, отходи от него. Зачем? Писал в ВК, сейчас посмотрю. Ага, окей. Хорошо, я понял. Смотрим. Вот. Вот эти две автоатаки отличные. По нему не наступая в клетку, отлично. Дальше. Еще автоатака, кухо не попал, пофигу. Вот здесь вот. Автоатака, еще одна максимум и я бы отошел уже. Все, тут ты отходишь от Вегара. Зачем это нужно делать? Как работают мозги у людей? Перед смертью нужно нажать на ульту. Все так делают, правда? У всех мозги работают, что перед смертью нужно использовать ульту, чтобы быть хоть сколько-нибудь эффективным. Значит, сейчас Вегар понял, он умер. До него только сейчас это дошло. И перед смертью он нажмет все свои кнопки. И в кого он нажмет все свои кнопки, тот пострадает. Тебе не нужно быть этим человеком, который пострадает. Тебе всегда нужно иметь как можно больше ресурсов, хп, мана, кулдаун и все, чтобы как можно больше дамаги наносить в файте. Потому что чем больше у тебя ресурсов на протяжении всего боя, тем ты эффективнее как роль, как персонаж и тем лучше ты играешь. То есть, ну, кого он кинул ульту, я, правда, так и не понял. Походу, он кинул ульту в раму, само кинул в тебя, между прочим. Он мог в тебя ульту кинуть. И вот это вот самое важное из этого эпизода мы можем вынести. То есть, концепция эффективности адешников в файте, вот она, вот здесь вот она была прям. Отойди ты вот сюда в куст, не подходи ты к Вейгару, не получил бы дамаги на пол хп и смог бы дальше эффективно драться. И я это говорю не в контексте этого файта, а вообще в контексте, опять-таки, базы. раз автоатака, два автоатака, три автоатака. Отлично. Дальше отпускай его, отпускай его. У вас вот тут появляется сразу цель, Дальше идешь к команде и ждешь, что будет дальше. Окей. Хорошо, что не пошел сюда. Была бы ошибка большая туда идти, сам себя убил бы. Убивайте башню, расходитесь. Все, ты бэкаешь. У тебя раз линия фарма, два линия фарма. Чем дольше ты находишься на меде, тем хуже. Так, избавься от этого паттерна. Это происходит постоянно, это происходит уже, по-моему, второй или третий раз в игре, избавься от него. Вот это вот. Я не буду бэкаться, потому что команда решила подраться. Полторы тысячи денег. Снова это потерянная голда. Вот этот паттерн. Я решаю остаться и подраться, потому что команда решила подраться. Это очень плохой паттерн, избавься от него. Вот. Вот, 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 вот что тебе надо. Это надежно, это выгодно. Любая такая вот рандомная драка, это невыгодно, это монетка. Сразу, рандомная драка, это монетка. Мы не хотим монетку. У нас и так монетка, блядь, игра монеточная бесконечна. Мы не хотим этой монетки. То же самое. Это уже неважно. Это уже следствие. Причина в том, что ты не отошел отсюда. Это халя... Это, ну, эта монетка, вот этот вот абсолютно хаотичный бой, это следствие того, что ты там не бэкнулся сейчас. И потерянный фарм, потерянные ресурсы, потерянное время тоже следствие. Чего тебе там? Инфин, хорошо, че. КСС тебе еще нужен на самом деле. Ну, конечно, щит прикольный, но КСС тоже нужен. Побегали, ничего не поделали, топ-то не пофармил, стреляешь варвик, отходишь от варвика, потеряна автоатака, потеряна еще одна автоатака, варвик умирает. Окей, дальше. Берешь мид приорити, не бегаешь за чуваками в лес, это тупо. Дамажить Ирелию, найс, убиваешь Ирелию, отлично, пуш-мид, 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 не бегай ни за кем больше. Как бы тебе это записать одним пунктом? Давай запишем это так. Не создавай хаотичные драки и не поддерживай хаотичные драки, потому что это сейчас хаотичное дерьмо, которое ты поддерживаешь. Ты его сам не создал, потому что создала его команда, но ты его поддерживаешь очень сильно. Это хаотичный бой. И потенциально вы с него нифига не заберете, потому что у вас уже слишком мало времени с мариндос таймера. 12 секунд, 16 секунд, 12 секунд. Вы не успеете сломать башню. Они резнутся и вас держат, поэтому вам уже ничего с этого взять не выходит, вы уже бэкаетесь тупо. Плюс опять-таки, помним, вот эта вот кнопка забрать фарм, большая жирная пачка, вот эта вот тоже самая пачка, большая жирная кнопка забрать фарм. Иди на бот, иди на бот, иди на бот. Бля, нет. То, что сейчас позволило калифармить бот, это очень плохо. Это такая рандомная чувака с олокухи, которая, мы не знаем, что он будет делать. Если ты хочешь карить на дешнике, должен забирать весь фарм себе. Пофармить один лагерь за то время, когда ты мог фармить целую линию, это, ну, вообще потеря, большая потеря. Дальше. Окей, 30, 31 минута. Твоя задача такая же, не умирать. Только теперь это не умирать становится гораздо важнее, гораздо нужнее. То есть, если сейчас ты умер, то проиграл игру. Сейчас тебе нужно жить любой ценой и быть максимально эффективным в каждом бою, просто любой ценой. Щит, щит, щит на клетку. Он все равно умер, правда, потому что очень талантливый человек. Дальше. Я бы тут ничего не бегал, я бы мид сломал, либо на шора бы. Можно тупо пинговать на шор. Тупо пинговать на шора. Тупо сплит, пушить топ, пушить мид. Бегать по лесу, это тупо. Просто тупо. Вас сейчас ловят из нововижена, и вы умираете, проигрываете игру. Эти ребята могут сделать, главное, чтобы ты этого не делал. Когда ты идешь вот так вот, ты себя убиваешь. Ты что с камерой? Вот, очень важная базовая тема. Смотри. Мне плевать, что выигрываете этот бой. Сейчас Варик будет тебя бить, да, то есть как только он выбирает тебя цель, у него три цели. Раз, два, три, три цели. Он выбирает себя, потому что ты АДшник. Всегда выберу цель АДшника. Значит, видишь, он зашел себе в мили рейндж. Ты отходишь от него и держишь с ним фиксированное безопасное расстояние. Я точно помню, что я говорил об этом. Фиксированное безопасное расстояние. Ты отходишь от него, стреляешь по нему между шажками и держишь это фиксированное безопасное расстояние. Я не помню где, но я точно помню, что у меня это было в одном из недавних разборов реплеев на канале. Там, по-моему, был топ-лейн. Найди его, посмотри об этом более подробно. Я не буду сейчас об этом говорить. У меня там... Я там прям пейнт доставал, рисовал, чей-то эпик пейнт. Вот прям то, что тебе сейчас нужно сделать с варвиком. Он все равно умер, нам пофигу, нам нужна база. Вот эта база как раз-таки. Потому что ты стоишь, получаешь от него дамаг. И ты его не кайтишь. Если ты будешь бегать, делал для шажки и атаковать между шажками, ты будешь его кайтить. Вот. Это должно войти в привычку как можно быстрее за дэшника. Если ты хочешь быть хорошим дэшником, опять же. Единственная причина находиться здесь, если вы будете ломать башню плюс ингибитор, вы этого делать не можете. Поэтому ты сейчас снова потерял время, ничего не забрал, не бэкнулся. Ну, блин, так игру можно проиграть. Полторы тысячи денег. Полторы тысячи денег. За фармбот и бэкнись. Типа, ну, what afe? Все, что я могу сказать, за фармбот и бэкнись. Это будет правильно и логично. Дракон убрать чуть-чуть риски, потому что иноми чуваки могли подраться здесь, на этом драконе и этого не сделали. Если это вейгар, он у тебя не ультанет. Ультанет, окей. Он мог тебя убить там ультой. Вот мне очень нравится этот паттерн, блин. Вот смотри. Ты начинаешь идти на линию, пушить линию, и потом ты такой, ой, команда дерется, надо подраться с командой. Нет, не надо, нахер их. Сам правильно делай вещи. Правильные вещи это сейчас, когда вы что-то взяли, когда вы что-то выиграли. Забрать как можно больше ресурсов, если возможно, сломать объект, сломать объект. Все. Драться здесь зачем надо? Это драка в чистом поле, ради нифига. Да, варюка, а у тебя гумрёт. Но он умрёт, и что с тобой, что без тебя? Какая разница, это говно произойдёт, что с тобой, что без тебя? Типа нафиг такой паттерн. Это паттерн, который прям вообще плохо-плохо-плохо. Красный спектр. На шор. А где на шор? Пиздец. Где там гаха плюс зелок? Окей. Окей. Эти чуваки дерутся на меди, вигра подставился, вигра кухой убить. Только кухой, нельзя подходить к нему в рейндж. Снова. То же самое, помним, да, что было раньше. Он понимает, что он умирает. Он сейчас нажимает все кнопки, в кого попало. Кем попала, будешь ты, потому что ты АДшник. Тебя всегда выберут целью. Сейчас вопрос. Окей, давай. 34, 18. Сейчас вам нужен объект. Любой объект. Любой объект. Если ты пишешь в чат и говоришь им, делаем на шор или деремся, ты делаешь все правильно, потому что любой объект нужен. Вы убили двух чуваков, у них огромный дестаймер. На этом этапе дестаймер становится действительно большим. Если ты сейчас пишешь и коллируешь на шор, ты делаешь все правильно. Сейчас на шор, это правильный хороший кол. Потому что, что бы вы сейчас ни сделали, вам нужен любой объект. Да, любой объект. Вот этот, вот этот, да, бот насрать, любой объект. На шор тоже можно, дракона нет. Поэтому любой объект, это хорошо. Если эти чуваки не пошли на шор, они дебилы. Ты все сделал правильно. Теперь ты должен уходить. То есть сейчас тебе нужно понять, что на шор уже невозможен для вас. Рамус умер, хрен бы с ним. Придется продать. Теперь тебе нужно убегать. Нет, колл барона был хорош. Любой объект нужен. Типа, пофигу какой. Башня на шора, главное, чтобы бегать. Вот сейчас ты бегаешь от варека и пытаешься его койти. Только ты бегаешь как-то немножко не туда. Вот сейчас вот как раз таки вот этот вот паттерн про безопасное расстояние. Вообще его не было. Давай-ка я быстренько найду тебе видос, где это было. Секунду. Чтобы, опять-таки, не говорить об одном и том же по 150 лет. Там, по-моему, что-то с топлейном было. Нашел, нашел. Все. Короче, вот. 22.30. Фиксированное безопасное расстояние. Эта концепция для тебя супер важна, как для АДшника. Она для всех важна, для тебя она важна втроение просто. Из-за того, что ты как раз вот этой концепцией сейчас не пользовался, ты там умер. Ты сам себя убил там. Вот, вот. Вот сейчас ты себя убил. Да, то есть, там, опять-таки, не важно, что ты умер. То есть, мы работаем над базой, и вот это вот фиксированное безопасное расстояние его там не было вообще. То есть, этой концепции там тупо не было. Ну и чё? Как бы, пофигу. Я тебе говорю, что именно здесь нужно это применять. Именно здесь фиксированное безопасное расстояние нужно применять в таких моментах. Чё-то там в игре делал, это, в принципе, не особо важно, опять же. Окей. А, реконектед. Ну всё, ясно. Где-то там с базой идёшь. Гахов, КД. Хорошо, что не прыгнул на него с шишки. Блин, ну вы потеряли его. Типа всё, ты его только отдаёшь. Это был случайно, скорее всего, клик на шишку. Отсюда вам его не застилить, флэша у тебя нету. Вау. Ну да, вы потеряли на шора, типа. Нужно просто принять, что вы его потеряли. У тебя нет задачи его состелить, если чё. Нужно понимать, что твоя задача не стелить на шора. Твоя задача выжить и захоронить свою базу, свои объекты вот здесь. Топ-лен, 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 топ-лен. Вот это вот сейчас в башню упадёт куча фарма, который ты потерял опять. Чё там делали? Релли убивали. Да они бы так её убили без тебя, тут тупо не нужно вообще. Не знаю, когда тебе это ещё донести, кстати, кроме как нажимай на кнопку взять фарм. Вот когда ты видишь вот эту ситуацию, когда куча грибов идёт под твоей башней, рассматривай это как я должен там быть, чтобы это сфармить. Это очень важная такая штука. Нажимай кнопку получить фарм. От этого не делаешь, ты теряешь. И, в принципе, всё, я думаю. В принципе, тут дальше уже начинается вакханалия. Либо иноми чуваки выкинут, игра протянется ещё минут 10, и вы развернёте, либо они вас давят, и вы проиграли. Дальше начинается тупо монетка и тимфайты. Дальше твой личный перформанс может быть только именно как базовая механика в тимфайт, если будете об этом обязательно поговорим. То есть, конечно, тут будут хорошие действительно тимфайты для тебя, которые ты мог бы... Ну, точнее, о которых можно говорить в плане механики именно. Флэши нет, ты можешь умереть. Хилл тебя не спасёт. Вау. Я не ожидал такого поворота событий. Ну, ГГВП, тогда. Без тебя будет очень трудно дефать. Если задефают, прикольно. Окей. Я ничего об этом говорить не буду. Про потерянные флэши я уже так очень много что сказал. почему-то, правда, люди не очень нормально понимают эту концепцию флэшей, которые дорогие, нужные, которые нужно сжимать в самый последний момент. Типа, ладно. у тебя пулл слот, поэтому... Ура. Фулл слот, поэтому, типа... Ну, я говорю, что я... не будем об этом концентрироваться. Потерянный флэш, что потерянный флэш. Говорил об этом миллион раз уже. сам себя убил. Снова сам себя убил, давай об этом говорить. Проходочка. Она была, помню, у тебя в прошлом реплей таки проходочка. Я тебе показывал эту проходочку. Помнишь? То же самое. То же самое. То есть, сейчас ты себя убил вейгром, то, что, ну, он нажал у тебя кнопки, ты по механике не доиграл здесь. Вот это ты сам себя убил. А ты проходишь вот тут вот, и релея такая. Привет. И такой, ой, и релея. Автотака кул мертвый. Вот этой проходкой ты сам себя убил. У тебя одна только возможность есть находиться в этом файте, это стоять вот здесь вот и кидать кухни отсюда, вот сюда вот, через стенку, либо автотака, если дотянутся, идти налево самого себя убивать. Если, говори, если ты помнишь эту проходочку, то, концепцию, то, как бы, окей. Вот. Если, короче, не помнишь, то, давай говорить. Только паникой, больше ничего. А, окей, тогда поехали дальше. Тогда поехали дальше. Потому что тогда это не то, о чем мы должны думать в данный момент. Вот тебе 4 пункта. Окей, игра закончилась, 4 пункта. Значит, первое. Добивать крипов. Самое важное, самое нужное. Тренируются кастомом. Опять же, об этом было. Уже об этом мы говорили еще в прошлый раз. Второе. Имплевитировать свою механику под шажки. Да? Чтобы не просто нажать на цель и смотреть, как твой герой стоит на месте и кидает в него автотаки, а именно двигаться между автотаками. Вот. Вторая штука. Посмотреть на проигроков, как они двигаются, будет самое лучшее. Причем, желательно от первого лица, желательно прям стрима посмотреть, как они кликают, куда их мышка ходит и так далее. Третье. Концепция рейнджей. Своих, чужих и так далее. Как они взаимодействуют, что с ними делать. Туда же входит концепция фиксированного безопасного расстояния в эти рейнджи. Она для тебя супер важная. Вот как вот ты здесь подставился по две игры, это максимально запомнить, максимально много с этого вынести и понять, как эта концепция работает, понять, куда стоит заходить, куда заходить не стоит, куда, типа, сделать подшаг, себя убил. и четвертое. Когда скапливаются вот такие патчи крипов, когда они вот так вот тебе подходят, забирать их, нажимать кнопку забрать фарм. Вот эта кнопка забрать фарм. Нужно прийти сюда и нажать на кнопку забрать фарм. Вот, четвертое. Все. Больше тебе ничего не нужно. Эти четыре пункта, это вот база базовая вперед. И это долгие пункты, то есть быстро с ними работать не получится. Это прям долго. Это вот на вырос очень сильно. Если, короче, захочется тренироваться в этом направлении, вот, пожалуйста. Когда ты будешь с ними работать, концентрируйся только на чем-то одном. Над всем сразу работать не получится. Выбирай что-то одно и работай над чем-то одним. Вот. Все остальное не важно. Только это один пункт. Победа, поражение не важны. Допустим, ты работаешь над добиванием крипов. Добил 200 за 20, но проиграл игру, ты молодец. Возьми с полки пирожок. В следующий раз добьешь 200 за 20 и выиграешь игру, потому что League of Legends так работает, потому что слишком много вещей от тебя не зависит в этой игре. Ну вот. Если вопросы есть, какие-то я слушаю. Вроде все. Пока.